За плечами Сергея Рубена годы творчества, участие в многочисленных выставках в России и за рубежом. А сегодня о нем узнала Дубна. Ценители изобразительного искусства считают, что это настоящее открытие. Талант художника заключается не только в том, что он создает неповторимые работы, а в том, что он через свои картины ведет диалог со зрителем, раскрывает свою душу, заставляет смотреть на окружающий мир другими глазами, в чем-то задуматься, в первую очередь о том, что мир сложный и прекрасный. В палитре Сергея Рубена в основном яркие цвета. Он и сам человек открытый, яркий и неординарный. Каждая картина – это частицы души, каждая картина – это прожитые струны нервные, скажем так, да. Это отпечаток жизни, ежедневно прожитые мною. Каждая картина – это и радость, и печаль, и горе. Хотя всегда старался, чтобы меньше было печали, больше было радости, больше было оптимизма. Рубен – это творческий псевдоним Сергея Рубеняна. Он родился в Нахичеванской АССР, окончил Ереванское художественное училище, отслужил в армии, затем учился в Ереванском художественно-театральном институте. С конца 70-х активно участвовал в выставках в России, Армении, Польше. Его картины находятся в частных коллекциях в 30 странах мира. Была в биографии Сергея Борисовича и Франция. Там он прожил два года. Творчество было успешным. Состоялась персональная выставка, но для жизни эта страна оказалась сложной, закрытой. Дубна оказалась более гостеприимной. Здесь отлично, даже лучше, чем ожидалось. Потому что я всем говорю, что хоть я человек далеко не русский, но я гражданин России, и у меня уже настолько большой любовь к этому страну, к этой земле, к этому природу, что я сейчас, даже когда уезжаю на родину, на несколько дней, буквально 3-4 дня, я уже жутко скучаю по этой земле, по этим просторам, по этой природе, по этому туману. В Дубне Сергей Борисович живет 15 лет. Но так получилось, что это его первая персональная выставка здесь. И отнюдь не туманные городские пейзажи на его картинах, а буйство красок. Одна работа называется «Автопортрет», хотя на ней изображена сова. Художник так образно выражает себя. То, что он любит работать по ночам, а утром просыпается с трудом. Здесь же символ семьи – гнездо. Домашний очаг, говорит Сергей, для человека самое главное. На вопрос, в чем секрет притягательности живописных полотен, он ответил, что это глаза на картинах, создается контакт. Ток, который исходит из моей души, доходит до зрителя. Скажи, пожалуйста, какие картины тебе больше всего здесь понравились? Мне понравились картины, но вот цветы, еще понравились вот города. Настя Поцепаева сама любит рисовать. На выставке, по ее словам, ей больше всего понравились цветы, а также московские пейзажи. Москву так никто не изображал – в красочных, сочных тонах. На полотнах художника виден и реализм, и экспрессионизм, есть абстрактные работы. Могу только поздравить город Дубну с появлением очень интересного, довольно-таки стильного, умного, интеллигентного, современного художника со своим мировоззрением, со своей культурой. Вот то, что мы сейчас ощущаем в мире, в Европе, да, все здесь присутствует. Ну, если выделять одну работу, две, естественно, на выставках бывают самые такие работы, которые тебе, именно тебе близки, да, но я бы отметил две работы для себя, это со скрипкой «Диптих» 1994 года. И любителям живописи и художникам пожелал бы сюда прийти и посмотреть, как работают современные художники Дубны. Сергей Рубен говорит, темы, мотивы у него возникают случайно. Он никогда не придерживается никаких рамок. Для меня нет ограничений. Есть момент воодушевления. Не знаю, как это возникает. Автор приоткрыл нам свои секреты. Один из них – использование не только масляных и акварельных красок, но и акрила, и латекса. Работы выглядят рельефными. Выставка всем понравилась. Каждый нашел что-то для своей души. А посвящена она Дню независимости Армении. В Декамир это событие широко отмечалось с участием землячества этой республики. Мы сейчас в этом сезоне снова продолжаем наши традиции праздновать национальные праздники странно-участниц Оияи. И вот сегодня, в канун Дня независимости Армении, выставка Сергея Рубена. Замечательно уже слов даже нет. Очень яркие, самобытные, очень выразительные палатные. Поэтому мы рады, что Сергей выставляется у нас в Доме культуры. И главное, что он житель Дубны, а мы до этого о нем даже и не знали. Уже столько лет, он уже почти 15 лет живет в Дубне. К открытию выставки Сергея Рубена проявили интерес администрация города Объединенный институт ядерных исследований. Автор выразил благодарность всем, кто помог ему организовать выставку. Когда мы с ним встретились, я увидела на компьютере, мне показала свою картину, то это был у меня просто такой шок, что как же так, столько времени у нас живет такой чудесный художник. И до сих пор никто об этом не знает, и нужно срочно его вытаскивать всеми возможными силами. И тут же поддержал меня директор Дома культуры. Это, во-первых, дает, чтобы наши такие сложные времена, оторваться от своих повседневных бытовых и научных дел, и приобщаться к искусству, общаться между собой. Сам же автор очень волновался, несмотря на богатейший опыт. Я рад, подчеркнул он, что своими картинами смог сделать праздник, День независимости Армении, еще ярче. Это своего рода творческий отчет за те годы, что я живу в Дубнии. Я не показывал широкому зрителю свои творения. Они были скрыты, а сейчас есть повод заявить о себе. Художник теперь просто обязан и дальше радовать дубницев своими картинами. А эта экспозиция взорвалась фейерверком цветов и оттенков на полотнах. И фейерверком эмоций тех, кто наслаждался работами Сергея Рубена. Инна Орлова, Иван Васильев, Леонид Ефремов. Для Городских новостей.